Всем привет, канал Веб-Рассказ. До сих пор многие задаются вопросом, был ли человек на Луне и какие доказательства. Вот с таким названием вышла книга Александра Ивановича Попова. Этому писателю, который написал достаточное количество книг, помогали добровольные помощники. И все его главы не в конце книги, а после каждой главы даются ссылки на сайты НАСА, на информационные сообщения в американской прессе и также на российские источники. То есть каждая глава сопровождается большим количеством ссылок, сносок на ту или иную информацию, на которой основана эта книга. Итак, главное доказательство, одно из главных доказательств, кроме грунта и всего остального, что американцы, посещая Луну, оставили лазерный отражатель, набор призм, специальная форма. То есть когда с Земли ты посылаешь сигнал, то с этого лазерного отражателя он обязательно к тебе вернется. Но этот лазерный отражатель и другое оборудование можно было доставить в автоматическом режиме. И сейчас как раз пойдет речь о Сатурне-5, о беспилотных испытаниях, именно беспилотных испытаниях ракеты Сатурн-5, которые закончились 4 апреля 1968 года, далеко не блестяще. Было всего 2 испытательных пуска. Один 9 ноября 1967 года прошел удачно, беспилотный, а второй 4 апреля 1968 года прошел не блестяще. Эти испытания назвали Аполлон-6. Из 5 двигателей первой ступени работали 3. Двигатель третьей ступени вовсе не включился, а затем он распался на части. А основной двигатель работал на 29 секунд дольше, то есть вынесло вообще ни на ту, ни на рассчитанную орбиту. То есть, откровенно говоря, мы не знаем в чем дело, разводил руками директор программы Сатурн-5 Артур Рудольф. Полный провал. На современном сайте НАСА об испытаниях 4 апреля 1968 года информация подается более сдержанно. Заключение. Испытания Аполлона-6, в скобках Сатурн-5, таким образом официально признаны неуспешными. Два пуска. Всего два пуска беспилотных. Один из них неудачный. Должен был убедить в ненадежности ракеты. Но 23 апреля, через 19 дней, принято решение совершить полет Сатурна-5 с людьми. Прежде чем полетел Гагарин, было пять удачных пуска с манекенами и животными. А для облета вокруг Луны СССР планировало 10 автоматических лунных кораблей. А здесь по программе Аполлон вообще было общее число 13 запусков. И удивительным является, что после неудачного итогового испытания 4 апреля 1968 года и без проведения дальнейших испытательных пусков ракета вдруг повела себя исключительно хорошо. 21 декабря 1968 года, через 8 месяцев после неудачного пуска и не тратя время на испытания, Сатурн-5 стартовал прямо к Луне. Но еще до полета на Луну в том же 1968 году НАСА временно уволило 700 сотрудников Центра космических исследований в городе Хэнсвилл, где разрабатывали Сатурн-5. И он до сих пор, этот завод, существует. А через 2 года был освобожден от должности главный конструктор многих ракет и систем, он же директор Центра Вернер фон Браун. От руководства ракетными разработками он был освобожден. И не временно, а навсегда. Вообще все эти удачные старты после двух беспилотных и один неудачный называются, американцами объясняются, чудодейственной методикой отработки сложных технических систем. Конечно, слова чудодейственное там нет. У них появилась методика отработки сложных технических систем на Земле без каких-либо испытаний. То есть, если вы едете, вы сконструировали автомобиль, то вам не нужно на дороге во время, когда вы едете, проверять рулевую систему, тормоза. Эта методика отработки сложных технических систем позволяла все это решить на Земле и даже не двигаясь, ничего не испытывая. До программы Аполлон на Луну ее не было. И потом она почему-то исчезла после программы Аполлон, потому что потом были взрывы и челленджеров, и других ракет. Из 11 полетов Аполлона в 6 полетах перед стартом или, внимание, во время полета астронавты болели. Их не меняли на дублеров. Простывшие экипажи в полете даже отказывались от сеанса в связи. Мы болеем. А у одного из астронавтов была травма позвоночника, то есть шеи. И иногда из-за этого отказывали ноги, парализовало. И вот тогда его сняли, сделали операцию, и через 8 месяцев он полетел на Луну. Вы представляете? То есть, как в СССР, как в Америке обязательное абсолютное здоровье. Нет, у них заболевают даже во время полета перед стартом. Все три члена экипажа простыли. Их отправляют, и дублеров даже не собираются. Может, потому не использовали дублеров, что они не были допущены каким-то тонкостям, в кавычках, полетов. И есть еще одна такая информация в том же 1967 году Том Бэрон, инспектор по безопасности на строительстве Аполлона. Он заявил перед Конгрессом, когда произошла авария, сгорели все три астронавта при испытаниях в ракете перед стартом. Он заявил перед Конгрессом, что плачевное состояние аппарата не позволило бы достичь Луны. И представил отсчет на 500 страницах. В СМИ американских появилось заявление, что НАСА опасались, что это станет концом всего проекта. И через неделю Бэрона, его жену и патчерицу, которые находились в машине, сбивают поезд. Они все погибли мгновенно. Отчет на 500 страницах из Конгресса исчез. Вот такая вот интересная книжка. Там еще говорится о том, что вот эти вот все случаи, когда людей убирали, а у них в 1967 году, в апреле как раз был доклад этого Бэрона, а в том же 1967 году погибло 11 космонавтов, астронавтов. Космонавты это в Советском Союзе назывались. То есть такого больше не было ни в одной стране и ни в один год. Может быть, убирали тех людей, это мои предположения, и в книге то же самое говорится, которые могли что-то по программе Аполлон-Луна не согласиться и были, может быть, неблагонадежными. Может быть, это совпадение. Я не утверждаю, но тут же опять же все это ссылки есть на американские источники. Ну и как раз там приводится тот факт, что в Америке убивали и президентов. Приводится, что Освальда потом тоже убили, а убийцу Освальда тоже убили как бы показательно. То есть в тот момент, когда выводили его из полицейского участка, чтобы перевозить в тюрьму, об этом было заранее афишировано в средствах массовой информации. Было много корреспондентов. И один из наших людей, который находился в это время в Америке, он потом написал о воспоминаниях, что я сидел перед телевизором, видел, как выводили, и его никто не закрывал. А он был кадровый военный и рядом с друзьями сидел. Он воскликнул, так его сейчас убьют. И буквально через несколько секунд раздался выстрел. То есть его никто не прикрывал. И вот убийцу Освальда вот таким образом убили показательно перед экранами. Ну, это говорится о том, что в Америке политика, космическая программа, это большая политика. Даже Кеннеди, еще до того, когда его убили, он заявлял в таких выражениях, что мы не можем допустить отдать посещение Луны нашим врагам. То есть и тогда это было в плоскость вот такой вот военной. В книге приводится как раз вот все это более подробно. Я объясняю все своими словами. Кому будет интересно, можете прочитать вот на этом сайте. Здесь можно читать. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok